Уважаемые коллеги, мы завершили этот симпозиум, и у нас осталось время в конце этого конгресса для одного очень важного объявления и одного небольшого сюрприза. Но, наверное, мне бы хотелось подвести прежде всего некоторые итоги. Я хочу сказать, что этот конгресс вызвал живейший интерес медицинской общественности по всему миру. Нас смотрели в самых разных странах. Нас смотрели, нам задавали вопросы на нескольких языках. Нам приходилось пользоваться помощью переводчиков. На мой вопрос на португальском, нас никто не знает португальского. У нас более 85 тысяч просмотров в настоящий момент, и к вечеру мы ожидаем, что их будет более 100 тысяч, и это будет абсолютным рекордом для каких-либо крупных конференций подобного масштаба. Я хочу сказать, что этот конгресс привлек ведущих экспертов со всего мира. Обратите внимание, и профессор Сеферович, и профессор Анкер, и весь цвет российской кардиологии, эндокринологии, нефрологии выступали на этом конгрессе. Этот конгресс стал площадкой, где были озвучены впервые на русском языке результаты многих новых завершившихся клинических исследований. И это отдельный повод для гордости, что мы с вами имеем возможность обсуждать это одни из первых, и обсуждать это, и делать какие-то выводы, задавать вопросы, обмениваться мнениями. Мы надеемся, что у нас появится в самом скором времени возможность очных встреч, но пока из-за пандемии это, к сожалению, невозможно. Я хочу сказать, что мы посвятили в этом симпозиуме огромный блок информации COVID-19 и постковиду. И я хочу сказать, что так широко он не обсуждался еще практически нигде в масштабах многих стран. И регистр, который мы сделали масштабом и мощностью семи стран, заслуживает особого отдельного интереса. Как я еще раз повторю, что результаты совета экспертов по постковиду, вопросов, по которым поступало огромное количество, будет напечатан в ближайшее время в РКЖ, в российском кардиологическом журнале. Все вопросы, которые остались без ответа в ходе симпозиума, получат ответы, и ответы будут размещены на сайте конференции. Все, кто присутствовал на этом мероприятии, получат свои баллы неприванного медицинского образования. И завершая эту, наверное, эту часть, прежде чем будет маленький сюрприз, я бы хотел сказать отдельно, ответить на вопрос, который нам поступает не на Конгрессе, а в течение года. Мы принимаем работы на нашу конференцию. Это не обязательно конкурс молодых ученых. Мы призываем абсолютно... У нас нет такого понятия молодой ученый. Человек, практикующий в медицине, это специалист, это эксперт. Мы не делим никого на молодых и немолодых специалистов. Пожалуйста, присылайте ваши работы. У нас есть гранты, которые мы выдаем на научные исследования, не на завершившиеся, а на развивающиеся или продолжающиеся научные исследования. У нас есть конкурсы. У нас есть просто возможность подать свою работу и выступать в одном из симпозиумов конференции. Это очень важно, потому что по этому поводу поступает множество вопросов. Но, тем не менее, несмотря на это, у нас есть конкурсы. И я хотел бы отметить особенно нескольких экспертов, которые получили награды за свои работы, показавшиеся экспертному жюри наиболее интересными. Это Дмитрий Иванович Гавриленко с работой с синдромом с острой на хроническую печеночной недостаточности, применимость новой модели в условиях клинической практики. Это интересная модель расчета, оценки и тяжести этих пациентов. В качестве награды это почетная грамота, естественно, гравертон и подписка на up-to-date. Новиков Илья Игоревич с клинической работой динамической оценки вариабельности сердечного ритма у физически тренированных лиц. Это очень интересная работа из военно-медицинской академии. Тоже награждается подпиской на up-to-date и почетным гравертоном. У нас есть конкурс стендовых докладов, и на этом конкурсе было представлено несколько сотен работ в этом году. И хотелось бы отдельно отметить работу Екатерины Геннадьевны Кулик, оценка эффективности различных вариантов долгосрочной фармакотерапии больных с Хоббл и редкими обострениями по уровню противовоспалительных цитокинов. Здесь тоже почетная грамота и приятный приз. Собственно говоря, все эксперты, выступающие на наши вот эти три работы, получили особую отметку экспертного состава жюри. Все работы, присылаемые к нам, заслуживают уважения. Мы открыты для новых приложений. И в завершении конгресса, когда уже сказаны все красивые слова, мне бы хотелось в качестве небольшого сюрприза пригласить в студию президента Евразийской ассоциации терапевтов Григория Павловича Рутюнова, чтобы он сказал закрывающие слова, закрывающие речь. Вот здесь, вот здесь, чуть-чуть ближе. Да, здравствуйте, дорогие товарищи. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы доверили нам и приняли участие вместе с нами в этом гигантском, грандиозном марафоне. Помимо экспертов, которые были приглашены из очень многих стран мира для работы этого конгресса, я в первую очередь хочу поблагодарить ту команду, которая вела все эти три дня передачи онлайн. Это операторы, это людей, которые работали и соединяли нас, выводили в эфир. Это огромная работа команды в 32 человека. Мы им выражаем огромную благодарность за этот неустанный труд. Это первое. Второе, я хочу сказать, что мы обсуждали очень много актуальных вопросов. И это не просто обсуждение, поговорили и, в общем, каким-то образом, наверное, разошлись каждый на свое рабочее место. Я думаю, что из этого будут практически выводы. Вот посмотрите, обсуждался вопрос о проведении Совета экспертов нескольких тем, которые поднялись в ходе дискуссии, и они действительно стали актуальными. Нет решения по этому вопросу, значит, должно быть сформировано мнение экспертов. От бессимптомной бактериории... Да, Григорий Павлович, я прошу, я сделаю акцент. Да, мне написали очень многие наши коллеги. Я оговорился в эфире. Не бактерию, не бактериории. Вадим Иванович Морозов, профессор, академик Российской Академии Наук, поднял проблему бессимптомной гиперурикемии. И гиперурикемия не имеет однозначного ответа по некоторым пунктам у относительно здоровых лиц. И по этому поводу было предложено инициировать Совет экспертов. Конечно, гиперурикемия. Но я говорю о другом. Я говорю не о первом дне, когда несколько было перефразировано мнение академика Мазарова, а речь идет о сегодняшнем дне, когда поднялся вопрос в ходе дискуссии вместе с профессором Анкером, поднялся вопрос о бессимптомной бактерии у лиц, которые получали специфическую терапию в остром периоде ковида. Это довольно сложный вопрос. Конечно, его надо обсуждать дальше. Это перспективный вопрос. И должно быть сформировано мнение экспертов. Это первое. И второе, наверное, у нас с самым главным итогом. Я считаю, что это важнейший итог. Это обсуждение, с одной стороны, регистра актив, потому что это пахальное событие для Российской Федерации и вообще Евразийского региона. Это единственный пока материал, на который можно опираться, а не перефразировать и перецитировать бесконечно американские и китайские исследования. Это наша собственная, это наша гордость. И второе, я думаю, что мы все согласились, что мы вошли в эру, когда мы начинаем лечить новый фенотип. Это больных, переживших ковид, вошедших в пост ковид и изменивших течение атеросклероза и других хронических неинфекционных заболеваний. Это надо признать. Это реалии сегодняшнего дня. И надо от этого отталкиваться, пересматривать, наверное, руководство, набирать материал, продолжать регистр актив, потому что он дает ответы на насущные проблемы. Я думаю, что таковы реалии сегодняшнего дня. К регистру можно присоединиться. Все, кто хочет принять участие в продолжении регистра актив или других научных исследований Евразийской ассоциации терапевтов, пожалуйста, пишите нам в Инстаграм Директ, пишите нам в социальных сетях. Мы представлены в Фейсбуке, мы представлены ВКонтакте. Пишите нам напрямую на инфособакаюат.ру. Мы рассмотрим любые предложения о научном сотрудничестве из любых стран, из любых регионов. Мы заинтересованы в развитии научного сотрудничества. И я еще раз повторю, что абсолютно все исследователи, принявшие участие в наших работах, становятся соавторами статей, соавторами не строчков с благодарностью, а соавторами статей, всех статей, опубликованных в ведущих журналах, посвященных результатам этого исследования. Да, это вызывает большие сложности в редакции. Когда 200 соавторов начинают статью, это всегда сложности. Но, тем не менее, мы сказали, и мы это выполнили. И бесспорно я хочу сказать, что мы получили одобрение той образовательной программы, которую мы вели на протяжении этого года. Я читал отзывы и те письма, которые вы писали в адрес нашего Конгресса. Большое спасибо за такую поддержку, за такую высокую оценку. Мы постараемся не уронить планку и продолжить эту работу. Еще раз огромное вам спасибо за то доверие и ту честь, которую вы оказали нам, присоединившись к работе нашего Конгресса и выслушав наш материал, который мы готовили с любовью и с мыслями о том, что мы можем улучшить работу всех нас вместе взятых. Храни вас Бог. Самого доброго вам. Берегите себя. Пусть будет благо. И спасибо большое за работу на этом Конгрессе. До встречи. Через год мы готовим что-то очень необычное и интересное, чего нет ни у кого в мире. До встречи через год. До новых встреч. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»